Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника, последнем торговом дне уходящего 2019 года. Я остаюсь в строю, друзья, для вас разбирая ключевые фундаментальные события. Также плавно мы перейдем 2020 год. Сегодня остаточный эффект тех движений, которые мы наблюдали ранее, рынок потихоньку утихает. И я снова призываю вас, друзья, как бы, может быть, этого и не хотелось, но, наверное, наступает тот период времени, в году в том числе, когда стоит все-таки пересмотреть приоритеты и поставить торговлю на паузу, все-таки насладиться выходными днями и праздником. Очень важно, друзья, чтобы в 2020 год вы перешли с хорошим настроением, потому что именно мотивация, которая будет у вас от этого, будет напрямую, в том числе, в значительной степени определять те результаты, которые нам удастся с вами показать на финансовых рынках с оглядкой на фундаментальный фон, который закладывается в основу наших торговых позиций. Я вернусь к брифингам в конце этой недели, друзья. Я думаю, что в пятницу у нас будет первый день, когда мы сможем уже в новом году детальнее поговорить о ряде макроэкономических отчетов. Они выйдут в четверг, то есть нам будет с чем поработать. Но в целом фундаментальный фон вряд ли существенно изменится. У нас есть несколько важных дат, на которые мы ориентируемся. Это сделка США и Китая. Собственно, известно, что вице-премьер Китая в эту субботу прибудет в США, где будет подписан как раз вот этот документ частичного соглашения. Также в воскресенье предстоящие заканчиваются парламентские каникулы в Англии. То есть в понедельник мы с вами вернемся опять во все тяжкие с точки зрения обсуждений проблематики Брекзита и того, что будет в перспективе с британской экономикой и с британской валютой. Ну ладно, сегодня давайте не будем распыляться на все инструменты, которые ранее мы разбирали. Я вот выбрал несколько активов, которые показывают сейчас более-менее интересные движения. Начнем мы с нефтянки, которая котируется на уровне 66-62. Мы опять же, друзья, я надеюсь, что вы помните тот посыл, который закладывал я в торговлю. То есть это длинные позиции, преимущественно опять же в расчете на то, что впоследствии улучшение мирового фундаментального фона отразится благоприятно на спросе на углеводороды. То есть здесь мы со всех сторон могли рассмотреть перспективы мировой экономики, но все равно они сводятся именно к торговым переговорам США и Китая. И сейчас мы говорим о позитиве. Вот есть конкретная дата, когда будет подписано это соглашение. Рассчитываем на то, что первая фаза благополучно перетечет во вторую фазу. Поэтому причина номер один, почему нефть нужно покупать. Второй момент, я делал акцент на действия стран ОПЕК по сокращению производства нефти. Третий момент, это запасы сырой нефти в США. Сейчас мы работаем с тенденцией. Их сокращение, это и сезонные факторы, это и просадка показателей импорта. Это, в конце концов, на январе, вот в последние годы я проанализировал те отчеты, с которыми мы работали в аналогичный месяц в прошлые года. Действительно, данные были со знаком минус. Это также будет способствовать росту котировок нефти. И, наверное, еще более важный обновленный фундамент. Он связан с действиями Соединенных Штатов Америки. Это, опять же, говорит о том, что США остаются главными ньюсмейкерами на финансовых рынках. И Дональд Трамп, его решения и так далее. В частности, Соединенные Штаты Америки фактически развязали войну на Ближнем Востоке через авиаудары по поддерживаемым Ираном, ополченцам в Сирии и Ираке, друзья. И сейчас рынок, опять же, следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке. И администрация американского президента допустила, что подобного рода действия могут быть продолжены дальше. Это, поскольку касается Ближнего Востока, тут же подвесило вопрос потенциальных перебоев поставок. Ну, как вы знаете, традиционно бывает. И, в принципе, впоследствии это может разиться на котировках черного золота. Я даже рад, что я вчера вышел из длинных оппозиций, то есть пофиксился, потому что нефть очень неплохо откатила. Но с учетом того, что мы сейчас обсуждаем, скорее всего, дальше снова будут приоритеты покупки. И я допускаю, друзья, то, что уже в пятницу я к ним вернусь. Если такое решение будет принято, вы узнаете об этом первыми. Доллар иена 108.66 текущей котировки. К сожалению, снизилась валютная пара. Произошло это, опять же, из-за того, что резко ухудшилась обстановка на Ближнем Востоке. Это, друзья, геополитика. Это форс-мажор. Его предвидеть было невозможно. Если бы мы не говорили об этом сейчас, то работали бы, опять же, с ожиданиями сделки США и Китая. С продолжением периода нейтральных процентных ставок Федрезерва. Это должно было создавать базу для роста доллара и иены. Но вот форс-мажор, он впоследствии привел к росту защитных активов. Укрепилась японская иена, укрепился франк. Мы сейчас приближаемся к поддержке 108.50. Я думаю, друзья, то, что если вам интересна перспективная долгосрочная сделка, то, пожалуйста, уровень 108.50 – это возможность, чтобы занять длинную позицию, опять же, с потенциалом перетока ее в перехода в 2020 год. Золото – та же самая причина роста, потому что золото – это один из основных защитных инструментов. 1522 доллара за тройскую функцию. Мы вчера также попробовали обозначить ряд причин, по которым золото выигрывает с учетом актуального новостного фона. Но вот события на Ближнем Востоке обозначили ее защитные, его защитные свойства этого актива, как, наверное, сейчас основной фактор дальнейшего роста. 1522, чтобы вы все прекрасно понимали, это трехмесячный максимум. Друзья, мы все ближе к цели 1550. Я не думаю, что мы вот так вот активно будем претендовать на достижение данного рубежа. Но, судя по всему, все к этому и идет. 1550 – цель, и я думаю, что она будет достигнута даже уже в первом квартале 2020 года. Евро против доллара – 1.12 европейская валюта. Я открыл короткую позицию, дополнительно еще большую, как говорят, на рынке усреднился, потому что уверен, что дальше европейская валюта будет снижаться. В этот четверг мы получим еще один блок слабых макроэкономических данных по производственной активности ведущих регионов ЕС и еврозоны в целом. А как использовать слабую статистику, я вам уже неоднократно говорил, это почва и возможности говорить о новых экономических стимулах. То есть, к этому все придет. Крупнейшие банки также рекомендуют ставить на снижение главного валютного риска. Надеюсь, что нам удастся выжать из этого достаточный профит уже в новом году. И фунт против доллара 1.31.14. Рассмотрите, друзья, длинные позиции, они могут также быть довольно перспективными, потому что трейдеры склонны полагать, что как бы не хотел Джонсон переносить срок переходного периода за пределы 2020 года, ему, скорее всего, придется это сделать, потому что будет настаивать на этом парламент. То есть, Англии нужна хорошая сделка. Джонсон, в принципе, уже нарушил, неоднократно нарушал свои предвыборные обещания. Он делал акцент на то, что ни за что не перенесет официальные сроки выхода Англии из состава Европейского Союза. Однако сроки были перенесены вот до 31 января. Я думаю, что с переходным периодом будет то же самое. Важно сейчас адекватно оценить будущее Англии, в том случае, если будет согласована сделка, при которой Англия сохранит доступ к единому европейскому рынку и таможенному союзу. Это откроет хорошие возможности для укрепления фунта, но главное, нужно оказаться вовремя в этих длинных позициях. Друзья, на этом, собственно, все. Еще раз хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Увидимся мы в конце этой недели. Жду вас с хорошим настроением. Будем говорить о фундаментальном фоне и готовиться к основным событиям 2020 года, которые обязательно раскачают финансовые рынки и откроют массу возможностей, которые мы будем использовать. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.